Открытая студия Олеся, ну фактически, я так понимаю, что музей советского детства собрал под своей крышей ещё два музея, или они приютили в музей советского детства? Давайте разберёмся. Несколько историй, пожалуйста, с чего всё началось, что было первое? — Началось всё, конечно же, с музея советского детства. Два года назад мы открыли маленький выставочный музей, даже выставочное пространство, в котором собрали игрушки той самой эпохи прошлого века. И когда мы поняли, что эта тема очень широко востребована и что посетителям нравится то, что мы сделали, мы решили открыть более большой музей, большое пространство, переехали в большое хорошее здание, сделали ремонт. И теперь вот уже на протяжении, скоро уже будет два года у нас большой музей советского детства. И из него же плавно получился музей частных коллекций, так как, работая в музее советского детства, мы познакомились с большим количеством коллекционеров, которые собирают, которые с удовольствием коллекционируют и имеют просто богатейшие собрания, но не могут нигде их выставлять, держат их дома. И мы решили им помочь открыть вот такое пространство, где они смогут выставляться. И на одной платформе могут по одной тематике существовать несколько коллекционеров, а мы в своё время пишем экскурсию и принимаем гостей, рассказываем об этих удивительных вещах. — Скажите, Олеся, переезд состоялся, то есть до этого вы тоже в каком-то отдельном здании были? И что вот сейчас из себя представляет, где находится в Сергиевом посаде, насколько вообще? — Наши музеи находятся в центре города, в пяти минутах ходьбы от Троицы Сергиевой Лавры, дойти совершенно легко и по красивой улочке центральной туристической улицы, улицы Карла Маркса. Находимся мы в здании бывшей трикотажной фабрики, и рядом построена уже пристройка современной здания, и там находится музей советского детства на втором этаже и музей частных коллекций на третьем этаже. — Прекрасное расположение. — Да, найти нас достаточно легко, не составит труда ни по картам, и даже просто спросить у местных жителей, все знают, где мы. — Как удалось в такое место попасть? Насколько это вообще сложно, и насколько это действительно огромный плюс для туристов в том числе, ну и для музея? — Для туристов, конечно, большой плюс. Для нас, конечно, это достаточно финансово затруднительно, потому что аренда в центре города, конечно же, большая. Но мы изначально понимали, что, находясь на окраине, мы не сможем, в общем-то, выжить, потому что вряд ли к нам кто-то из туристов доедет. Конечно, центр города и самая большая достопримечательность — это Троица Сергиева Лавра, и все приезжают именно посмотреть на неё и побывать в этих святых местах. Ну, а мы находимся рядом, и после Троица Сергиевой Лавры, перекусив, вполне можно дойти до нас и насладиться той атмосферой прошлого, которую мы создали. — Расскажите об этой атмосфере. Как она наполнялась? Вообще, в принципе, как вот такая вот идея, именно ставку на такого рода музеи? — На игрушку и детство. Да, на самом деле это важно, потому что, наверное, музеев советского быта достаточно много разных, разной направленности. И мы взяли именно детство, ну, потому что, конечно же, идёт всё от идей и от интереса. У нас интерес был именно к игрушке советского периода. Мы сами оттуда, поэтому играли, знаем, что это такое. И когда дети однажды спросили, какая игрушка была у вас, мы достали с антресоли свои, начали рассказывать. Оказалось, это очень увлекательно не только для нас, но и для детей. Поэтому начали дальше собирать, коллекционировать, покупать, приобретать, делать запросы у родственников, просить их найти свои игрушки. Ну и дальше уже пошли глубже. Барахолки, деревни, по которым мы ездили, писали объявления с просьбой найти экспонаты, игрушки из своего детства. И мы их приобретали, скупали. И таким образом организовалась достаточно большая коллекция, которой невозможно было не поделиться. Мы понимали, что каждому человеку хочется вернуться вот в это своё счастливое, в это своё беззаботное время, когда нас окружали самые добрые, любящие сердца люди. И мы были, на самом деле, ну, самыми счастливыми в детстве, наверное. Ну, конечно, действительно такая пора. Поэтому, конечно же, люди, когда приходят к нам, получают большое количество положительных эмоций. Ну и мы ведём научную работу, глубокую. Мы и по предприятиям ведём рассказ, кто производил. На самом деле, не просто так мы с Сергием посадим. Это же родина игрушки. И при Сергии, как ведётся история, что Сергий Радонежский делал сам игрушки из дерева, и Богородская фабрика есть. Но и в советский период вот эта вот история игрушечного города не прекращалась. В нашем городе был научно-исследовательский институт игрушки, и он был единственный всесоюзный. То есть именно в этом центре создавались игрушки. Именно здесь писались технические задания. Сидели мастера, скульпторы, художники, которые эту игрушку, в общем-то, создавали и делали. Вот те самые прототипы кукол, и потом эти прототипы и техническое задание отправлялось на производство по всему Советскому Союзу. То есть, я так понимаю, не просто пришло в голову создать ту или иную куклу или мишку. Нужно было разработать, чтобы какой-то посыл был? Обязательно. То есть должен был быть макет такой куклы. Почему такие тёплые ощущения от этих игрушек? Над ними работало большое количество специалистов, которые действительно не просто так допускали к производству любую куклу. То есть она должна была пройти очень сложный, долгий отбор, прежде чем вообще пойти в производство и попасть на прилавки магазинов, и попасть в детские сады. То есть, как сейчас говорят, психологический какой-то отбор, ГОСТ определенный, чтобы правильные эмоции, да, и, так сказать, не навредить. Конечно, да. Серьёзно. Игрушка — это очень серьёзно. Да, поэтому к ней действительно она должна разрабатываться взрослыми, умными взрослыми специалистами, которые допустят такую игрушку вообще до детей, чтобы они могли расти правильно, развиваться правильно, получать навыки, которые нужны будут им в будущем. Расскажите, Олеся, а с каких игрушек началось? Вот я так понимаю, и ваши личные экспонаты теперь в музее представлены? Да, да, мои личные тоже представлены. У меня большое количество настольных игр. Я благодарна своей маме, которая, несмотря на переезды многочисленные, просто вот перевозила это всё с собой. Да, у меня большое количество настольных игр сохранилось, у супруга сохранились игры машинки, в первую очередь. Кукол мои, к сожалению, не сохранилось. Но вот с этих игрушек началась коллекция. Потом уже дальше, конечно, муж ушёл в тематику машинок, я ушла в тематику развивать дальше настольные игры и куклы, и вот таким образом у нас сейчас порядка 5000 экспонатов в музее. 5000 экспонатов, это за такой короткий срок. Да. Но сбор продолжается. Конечно, мы не останавливаемся. Во-первых, когда мы открыли музей, нас узнали местные жители, и у каждого дома что-то ещё осталось. И каждый человек понимает, что жить со старыми вещами в одной квартире бывает очень сложно. Вещи окружают нас везде, и в какой-то момент с ними приходится прощаться. И лучший способ проститься с вещью — это отнести её, конечно же, в музей, чтобы она сохранила свою жизнь, сохранила свою историю, и мы могли дальше использовать её как такой научный предмет, чтобы вести нашу деятельность, изучать и передавать историю детям. Кого больше, Олесь? Кукол, мишек, машинок? Машинок. Я даже конкурировать не могу здесь, потому что тут, когда у супруга горят глаза, он, в общем, знает, сколько ему ещё надо собрать, и я так понимаю, что их станет уже очень-очень много скоро, и помещения нужно будет ещё больше. Отдельный гараж строить. Ну, в общем-то, да, у нас перед музеем ещё такая достопримечательность, есть как большие автомобили, это ретро-Волга, Копейка и Ишкомби, которые большие, реальные, которые также привлекают внимание, с ними люди фотографируются, мы на зимний период их убираем, и видим, что когда весной они снова встают на подиум перед музеем, это просто такое место фотосессии и для жителей, и для туристов, они их очень любят, и мимо них пройти очень сложно. Я хочу напомнить, в открытой студии «Радио-1» сегодня принимает участие директор музея советского детства, музея частных коллекций, музея истории и дизайна упаковки Олеся Жильцова. Олеся, а какие периоды игрушек, по каким куклы, ну те же самые машинки, ну я думаю, вы за куклы за игры отвечаете? Ну я расскажу про всё, период у нас больше послевоенное время, ну потому что мы все понимаем, что в военное время с игрушкой вообще было сложно и мало, и в основном она была самодельная, и это послевоенный период, расцвет игрушка получает во второй половине 50-го года, 60-е годы, когда правительство делает упор именно на детство, на развитие детей. И здесь уже игрушка становится разнообразной, это и куклы, и машинки, и металлические, и заводные, и настольные игры, и вот здесь, конечно, уже игрушек становится очень много, они очень интересные, становится много фабрик, которые производят игрушки, и даже в больших предприятиях появляются такие отделы, ну можем так их назвать, которые делали игрушку, даже промышленные предприятия и военные в том числе делали игрушку. А, то есть которые не занимались этим, но просто подспутно открывали ещё и производство игрушки. Да, они обязывали, в общем-то, правительство их обязывало производить также попутно ещё и игрушку. Только советские, естественно, да, игрушки представлены, или есть что-то? Мы немножечко расширили, да. Вы правильно задали вопрос, да. Мы немножко расширили тематику, но это произошло из-за того, что поступил запрос от посетителей. Детство, конечно же, оно не заканчивается советским периодом, девяносто первым годом. И к нам приходили молодые мамы, у которых уже тоже дети. Они говорили, ну как же жаль, ну почему вот на моих там киндеров нету, а где же моя Барби? И мы сделали в музее ещё такую комнату 90-х годов. И очень интересно вообще посмотреть разницу игрушек. Изменение интерьера. То есть это прям стилизованная комната с интерьером того времени, с стенками во всю стену, с фотообоями на стене, постеры, да. Изменилось то, что раньше ковёр у нас висел на стене, теперь он на полу. Теперь у нас большой телевизор, и уже цветной, и дэнди появляется, и кассеты, и видеомагнитофон, и всё прочее, да. И в том же плане здесь же и игрушки поменялись. То есть если у советского ребёнка, у куклы была эта пупсик, такой пухленький, с пухлыми ножками, ручками, то здесь уже Барби, модель, красивая, стройная. Появляются киндер-сюрпризы, появляется большое количество солдатиков, в том числе и зарубежных. И, конечно, резиновая игрушка. Если раньше был только Союзмультфильм, то здесь уже диснеевские персонажи, такие как Чип и Дэйл и прочее. Ну это здорово, да, проследить такую трансформацию из одной игрушки уже, как менялось поколение, собственно, и как менялась игрушка. Ну мы увидели большой отклик от посетителей, мы видим, что им это нравится. Кто-то прям не может отойти от комнаты 50-х годов, и хочется посидеть и на стуле, и потрогать металлическую панцирную кровать, погладить радиолу, а кто-то проходит мимо и вот стоит, просто наслаждается видом 90-х, как окно такое в своё детство. Олеся, а какие мировые аналоги есть у вашего музея? Вот мировых не встречала. В России, конечно, таких музеев уже достаточно большое количество, причём мы со многими именно направленность детская, у кого мы дружим, общаемся, гордимся их успехами, делимся каким-то опытом. У нас, в общем, получается совместная такая работа. Коллектив большой, экскурсоводы наверняка же тоже есть, программы же проходят. Да, 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 так как мы работаем ежедневно, без выходных у нас, без перерывов, без выходного понедельника. У нас экскурсоводы, два экскурсовода, которые работают посменно, администраторы, которые принимают, ну такое лицо музея, которое принимает посетителей, рассказывает обо всём. Ну и мы ещё немножечко опять дальше пошли. Мы в нашем музее рассказываем ещё обо всех других достопримечательностях города. То есть мы приглашаем и в другие музеи, с которыми мы сотрудничаем. Ну, в общем-то, рассказываем обо всём, что можно посмотреть, увидеть, где покушать в нашем городе, куда сходить. Поэтому, если кто-то соберётся в Сергеев-Пасад, звоните на наш прямой номер, и мы с удовольствием поделимся информацией, куда ещё стоит сходить, что-то посмотреть, посоветуем гидов уличных и всё прочее. А экскурсоводы, они ведут программу, да, именно рассказывают об экспонатах, о тех фабриках, наверное, да, где они... Да, у нас экскурсия каждый ровный час проходит. Час-длительность, да? Длительность около часа, да. Экскурсовод ведёт экскурсию, начиная с игрушек для самых маленьких. А, ну, то есть они выстроены по... Они у нас экспозиционно выстроены по годам, больше по годам ребёнка, нежели по годам самих кукол и игрушек. И, в общем, можно после экскурсии даже зайти в интерьерную комнату и сделать фотографию. У нас даже отдельная услуга, есть фотосессия. Родилась она в момент пандемии, когда нельзя было принимать группы людей, нельзя было совмещать семьи, поэтому можно было вот так вот забронировать музейное пространство на час и пофотографироваться, пригласить своего фотографа профессионального и сделать фото в ретро-студии, можно так сказать. А как всё это внутри? Это витрины, и там находятся экспонаты? И что это за интерьер? У нас три зала экспозиционных, выставочных и две интерьерные комнаты 50-х годов. То есть это прямо отдельные комнаты и 90-х годов с воссозданным интерьером того времени. А 50-х там прямо и мебель тоже? Мебель, конечно, обязательно. Мебель, стулья, стол посередине комнаты, телевизор КВН с большой линзой. То есть всё как должно было быть. Ковёр на стене. Ковёр на стене обязательно, как же. Ну и игрушки, естественно. Игрушки. Ну вот в интерьерных комнатах мы, конечно, не загромождали игрушками. Это именно пространство для того, чтобы погрузиться в то время, в тот период. Какие-то активности проходят в музее? Обязательно. Новогодние квесты, новогодние ёлки у нас обязательно есть. И разделённые по возрастам. То есть для школьного возраста, для младшего школьного и для детсадовских детей. По ним мы вообще проводим экскурсии по стихам Огни Барто. Конечно, маленькому ребёнку сложно очень, ну и неинтересно прослушать взрослую экскурсию, поэтому мы вот адаптируем её под малышей, которые по стихам ищут игрушки, которые им очень хорошо знакомы или незнакомы. И здесь они могут как раз познакомиться с тем, кто такая резиновая Зина, какие были раньше не пластиковые, а металлические машинки, собрать кубики, поиграть в игры и вот таким образом получить информацию, которая им по возрасту пока положена. А также у нас квесты для школьного возраста проводят, для детей и игры, по которым они вот разгадывая игры, сканворды, загадки, они доходят к сути вообще этого времени и понимают, а как же жили их родители. Кстати, Олеся, а вот про игры вы напомнили? Я хотела спросить. Много настольных игр было? Большое количество. Я просто вот... Большое количество. А вы знаете, вы приезжаете к нам в музей, я уверена, что вот всё забывается. И это очень часто бывает, когда люди приходят и говорят, ну надо же, мне казалось, что у меня были только там деревянные игрушки, прибитые к полу, а на самом-то деле их было такое большое количество, а я-то и забыл. И это очень часто бывает. Мне кажется, сейчас настолки, это просто развитие какое-то, а оказывается всё это уже... И огромное количество конструкторов было. Я помню, только железный такой, который вот закручивался. Это, само собой, школьник, это самый любимый конструктор, который даже в школу надо было приносить. Были и электромеханические конструкторы. У нас есть, причём мой, лично мой, конструктор радио. То есть надо было из деталек собрать радио. Ну если оно работает, значит ты, в общем-то, всё правильно делал. Значит можно идти. Можно, а если нет, ну выбирай себе другую профессию. Здорово, мы всё жаловали, что у нас заказывается действительно ничего не было. И первое, вот наше советское лего тоже есть. И большое количество, кстати, ГДРовских конструкторов, они тоже же к нам приходили. Ну так же, как и немецкие куклы. Да. Кстати. Да. Тоже очень красивые. Олеся, мастер-классы какие-то в рамках программы? Мы проводим мастер-классы. У нас есть мастер-класс по росписи деревянных сувениров и мастер-класс по выжиганию. То есть почувствовать запах жёлого дерева. Ну да, это прям самое-самое такое. Вообще попробовать себя в этом. Причём этот мастер-класс пользуется успехом не только у детей, но и у взрослых. Ностальгировать. Да, вспомнить, как это было, подержать выжигательный аппарат в руках, опять же, насладиться тем временем. Как вы думаете, я так понимаю, что недостатков посетителей и детского, и взрослого возраста нет? Всем интересно? Интересно всем. Взрослым понятно, да? Хочется окунуться, вспомнить, как-то освежить вот это всё. Детям тоже интересно, причём как отдельным группам детей. И мы даже рекомендуем больше такие школьные или семейные туры, но когда приезжают именно с детьми, и отдельно с детьми приходят, потому что там экскурсию немножко по-другому ведёт экскурсовод, ориентируясь именно на детей. И ещё очень большой плюс, который мы замечаем в этих экскурсиях, взрослые после вот уже разговора с экскурсоводом сами становятся чуть-чуть экскурсоводом и проводят экскурс вот в своё детство. Они рассказывают детям, а как же именно у них было. Показывают те самые игрушки, и вот эта вот близость старшего и младшего поколения, её наблюдать очень интересно. И, в общем, мы сближаем. Но дети, как они реагируют? Какие эмоции? Потому что сейчас, мне кажется, просто настолько огромное количество всего. Ну, интересно то, что мы можем удивить. То есть они удивляются, да? Эти игрушки удивляют. Во-первых, сейчас всё-таки самая большая игрушка – это телефон, наверное, телефон, планшет, телевизор. Да, комната может быть набита игрушками, но ребёнок будет сидеть только в гаджете. И здесь он видит эти машинки металлические. Это, мне кажется, вызывает восторг просто у всех детей и любого возраста. И 80 тоже, да. И куклы тоже интересны тем, что они же другие. И ни пупсов сейчас таких нет, как были раньше. У нас даже есть первая интерактивная кукла, которая вызывает восторг вообще у всех, потому что она не хотела кушать кашу. То есть она прямо отворачивалась от ложки с кашей. Это такая кукла была? Да, была кукла. Называлась она «Непослушная Алёнка». Вот первую интерактивную куклу можно увидеть у нас. В конце 70-х она появилась. В общем-то, многие её тоже узнают, но дети просто в восторге, и тяжело их от неё увести. Даже обычная металлическая юла советская вызывает интерес у ребёнка, потому что он такого просто даже не видел и в такое не играл. Поэтому, когда это можно посмотреть, послушать звук, как она заводится, я думаю, что надо просто видеть глаза детей. А это всё можно... Что-то можно трогать? Вы знаете, мы создавали музей именно как интерактивный, в котором можно потрогать всё. Но, к сожалению, пандемия внесла свои рамки, поэтому сейчас выборочный экскурсовод разрешает что-то на экскурсии потрогать, опять же, попробовать в действии ту же юлу или завести металлическую лягушку, которая будет прыгать. Но не всё. Я думаю, что мы когда-то из этого выйдем и вернёмся к нашей прежней работе. Всё это закончится. Олеся, губернаторский проект «Лето» в Подмосковье. Вот три года уже действует. Вы к внутреннему туризму чувствуете интерес или пока нет? Насколько? Понятно, что сложно, наверное, оценить количество иностранцев, потому что, опять-таки, долго было всё закрыто, сейчас всё вроде как возрождается. Насколько? Внутренний туризм, внутренний туризм вырос. Сейчас иностранцев нет вообще, но это понятно, почему. А внутренний туризм, он изменился, и больше стало, порядка на 20 где-то процентов, больше стало семейного туризма. Людей, которые не берут туры автобусные, а едут сами. Они садятся в автомобили, едут в ближайшие населённые пункты, в Подмосковье, путешествуют. И, в общем-то, мы очень рады таким туристам, потому что эта семья, они вот в своей лёгкой атмосфере, приходя к нам, с ними легко работать, очень любим дарить им эмоции, новые знания. И такие люди всё чаще и чаще говорят, мы даже не знали, что в России так много интересных мест. А откуда приезжают? Понятно, что это не только Москва, и Московская область, наверняка. Москва, Московская область, ну и наши посетители, это Ярославская область и даже Санкт-Петербург. Да, много питерцев к нам едет. Олеся, в целом, как вот сейчас чувствует себя музей? Долго же были закрыты. Вот насколько удалось восстановиться в целом? Восстановились мы ещё не полностью. Мы, конечно, очень надеялись на это лето, но очередная волна немножечко нас подкосила. Конечно, хотелось бы, чтобы было бы лучше, и мы планировали и компенсировать все расходы того года этим летом, этим годом. Но, к сожалению, тоже всё. Даже не думали, что так получится с третьей волной пандемии. Ну, мы, в общем-то, на волне. Я знаю, что всё это закончится, и всё будет хорошо. Мы работаем, мы, в общем, адаптируемся под все реалии. А когда вот такой вот особый сезон? Это лето, конечно. Лето и январь. То есть наш туристический сезон, это, конечно, начиная с мая по середину сентября. Ну, сентябрь уже, конечно, школьный год начинается, но всё-таки где-то по середину сентября, когда ещё дачники не до конца уехали. Ну, разъехались. Ну, и планы какие? Я так понимаю, что Музей истории дизайна упаковки – это вот самое такое последнее детище. Да, это ближайший план на этот год. У нас есть огромная коллекция упаковки и тары, начиная с древних времён, начиная с берестяных изделий в России и глиняных изделий. 19 век – большое количество экспонатов жестяной упаковки тары и уже советский период. Вот мы сейчас нацелены на помещение, на новый музей, в котором будет это всё представлено. А, это уже другое помещение будет? Это уже другой большой музей. Он, конечно же, отличается совершенно направленностью, поэтому тут уже другой, новый для нас подход. Мы сами ещё не знаем, как это будет, но я думаю, что будет всё здорово. Большая уже коллекция? Коллекция большая. Да, коллекция принадлежит Смиренному Игорю Николаевичу. Этот музей был когда-то в Москве, в Политехническом институте. У них было помещение. Но уже 10 лет музей находился, ну, просто закрыт был, и вся коллекция находилась дома. И поэтому сейчас она переехала в Сергеев Посад. Человек нам доверился. Большое спасибо Игорю Николаевичу. Мы с ним на связи. Он остаётся, всегда останется основателем. И нам во всём помогает, и советом, и делом. И мы в этом музее, помимо ещё экспозиционной деятельности, мы, конечно, хотели бы проводить ещё образовательную деятельность. Для тех студентов, которые занимаются дизайном, занимаются вообще отраслью такой, как упаковка. В общем, в Сергеевом Посаде появится ещё одно классное место притяжения. Да, мы обязательно об этом сообщим, и будем ждать гостей. Будем ждать. Удачи вам и развития. Спасибо, что пришли сегодня. В открытой студии «Радио 1» принимала участие директор Музея Советского Детства, Музея частных коллекций и Музея истории и дизайна упаковки Олеся Жильцова. Открытая студия